Всем привет! Давайте поговорим сегодня о мытой обработке. Мытая обработка, она же влажная обработка, она же wet processed, она же washed coffee, она же lavada и так далее и тому подобное. Это один из способов получить на выходе зеленое зерно. На входе у нас всегда ягода, на выходе у нас зеленое зерно. Разные типы обработки дают нам полуфабрикат, который впоследствии отправится на специальный склад, где будет выдержан в течение полугода перед тем, как удалить с него пергаментную оболочку, отшелушить его, очистить от дефектов, упаковать в мешки и отправить на экспорт. Надеюсь понятно. Но еще раз, смотрите, здесь у нас ягода. Мы получаем полуфабрикат, потом этот полуфабрикат превращаем в зеленое зерно. Давайте остановимся на этом. Сегодня мы поговорим именно о получении этого полуфабриката. В случае мытой обработки полуфабрикат это патчмент, он же зерна в пергаментной оболочке, он же пергамин. Это зеленое зерно, оно всегда покрыто сильверскином, который становится шелухой при обжарке, и сверху него пергаментная оболочка. Это и есть патчмент, то, что получается в результате так называемой мытой обработки. Как она устроена? Поехали. Ягода поступает на станцию мытой обработки. Там она отправляется напрямую в депульпатор. Депульпатор здесь, в кофеа диверса, устроен как такая терка, которая стирает в буквальном смысле этого слова мякоть со всего остального. Из депульпатора у нас вываливаются зерна в пергаментной оболочке, покрытые клейковиной. Клейковина это мюселыч, такая сладкая, клейкая, липкая субстанция, которая покрывает пергаментную оболочку. Далее нам необходимо клейковину удалить. Удаление клейковины осуществляется несколькими путями. Путь первый, традиционный, посредством сухой или влажной ферментации. Зерна в пергаментной оболочке, покрытые клейковиной, отправляются в специальные резервуары, так называемые fermentation tanks. И поэтому в русском мы можем также увидеть слово танки. Хотя, конечно, это по большому счету просто ямы с водой. Эти резервуары могут быть наполнены водой, и тогда ферментация называется влажной. И они могут не содержать воду, тогда ферментация называется сухой. Во время ферментации активизируются бактерии, которые поедают клейковину, тем самым разрушая ее. Спустя сутки примерно клейковина отходит. Ее можно смыть водой и получить зерна в пергаментной оболочке без клейковины. Другой путь удаления клейковины это через специальные механические устройства, которые за счет фрикции, за счет трения зерен в пергаментной оболочке, покрытых клейковиной друг от друга, способствуют разрушению этой самой клейковины. На выходе у нас тот же продукт. Зерна в пергаментной оболочке. Их влажность составляет 65 процентов. Они отправляются на сушку на африканские кровати до того момента, пока их влажность не составит 11 процентов, после чего они пойдут дальше по цепочке. Время сушки составляет здесь, на юге Коста-Рики, в Биолей, одну, две, три недели в зависимости от погодных условий. Если у нас солнце каждый день, они высохнут за 8 дней. Если пасмурно и туманно, как сейчас в ноябре, то сушка может растянуться и на две, и на две с половиной, и даже на три недели. Сушка заключительный этап любой обработки. Она одинакова для всех типов обработки. Что бы вы ни делали, вам все равно надо высушить ваши зерна в пергаментной оболочке. Есть два пути. Вы можете сушить на патио, а можете на так называемых африканских кроватях. Камос африканос, как говорят здесь. Африканская кровать, по сути, это просто дословный перевод с английского African bed. На испанский то же самое. Это не более чем сетка, которая натянута на специальном примитивном деревянном каркасе. Вы выкладываете ваши зерна в пергаментной оболочке тонким слоем. И смысл в том, что воздух активно циркулирует и продувает ваши зерна, когда они сушатся. На патио этого не происходит. Бриз идет лишь сверху зерен. Он не циркулирует по кругу. На патио у вас есть риск того, что та часть зерна, которая прилегает к патио, начнет подгнивать. На африканских кроватях этого риска нет. Это куда более прогрессивный способ сушки ваших зерен в пергаментной оболочке, который позволяет получить вам более однородный и качественный результат, что всегда находит свое отражение в чашке. Обработка крайне важна для чашки. Все должно быть сделано по уму, иначе мы с вами будем сталкиваться с целым рядом дефектов в наших чашках.